Привет, боец! Я продолжаю свои видео уроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство в жизни каждого человека. Сегодня будет очень интересный видео урок. Также ты можешь посмотреть мои обзоры боев и интересных моментов, разбор техники хороших знаменитых бойцов. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. В конце этого видео урока есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно, просто кликнув по ним и подписавшись на рассылочку. Поэтому, приятного просмотра и удачи в тренировках! Привет, бойцы! Был вопрос по поводу работы в глухой защите. Отвечаю, ну, прежде всего, становиться вообще в глухую защиту и надеяться, что противник выдохнется, да, там, будет тебя бить и устанет, это вообще не вариант. Какая бы ни была защита, всегда можно ее пробить, то есть работая по ногам, работая между рук, сбоку, по корпусу. Поэтому просто закрываться это не вариант. Когда идет поединок, нужно всегда стараться работать встречными ударами, когда противник начинает какую-то работу, да, мы работаем на встречу где-то, работаем, не даем себя забивать. То есть он бьет, и я тоже ему бью, я тоже отвечаю все время. То есть я не даю закрыться и забить. Но если такая ситуация, поджали к канатам, или бывает так, что тактика такая, особенно, да, там, у таких невысоких бойцов и очень крепких таких, кросс малым, это лучший показатель такой тактики, когда работают в глухой защите именно. То есть задача принять удары и сразу ответить контратакой. Для чего это делается? Когда ты стоишь в глухую защиту, для того, чтобы тебя бить, противник, соответственно, подходит на короткую дистанцию и, ну, старается пробить серию ударов. То есть он работает, и он остается, остается на вот этой дистанции. Это дает мне возможность сразу ответить с жестким боковым или лоу-хитом, обычно руками. То есть для этого остается в глухую защиту. То есть я для себя, понятно, что противник не может бить серией, там, из 20 ударов. Обычно работают серийно, если даже поджимают, то 3-4 удара. То есть встают, раз, два, три, ба, пауза, раз, два, три, четыре, пауза. То есть они стараются поджать в таком режиме. Вот этот момент паузы очень четко бойцы ловят и сразу отвечают. То есть он встает, бам, 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 бам. И я ему сразу взрываюсь, пока он рядом. То есть я опять он, я поджался, закрылся. Я сразу взрываюсь на него, лечу. Для этого, как бы, вот работа в глухой защите должна подразумевать вот этот момент. То есть ты даешь там 3-4 удара и взрываешься своей серией для того, чтобы словить его навстречу. Например, боец бьет, да, часто, ну часто бьет. Там прямой, боковой, лоу-хит, например. Я как бы принимаю, решил для себя 2 удара, вот этот момент выждать. Я принимаю прямой, боковой, а когда он бьет лоу-хит, я уже иду в контратак. То есть получается работа навстречу. Он бьет 1-2, бам, и я уже работаю здесь в контратак. То есть он-то видит, что я закрылся, да, ушел в глухую защиту. Думает, что я поджался, там, испугался. И работает свою серию. Бьет лоу-хит, руки опущены. И я сразу взрываюсь. Такая работа. Но для этого действительно нужно быть зомбитисом, да, Расмаланом. Или каким-то, каким-то серьезным бойцом. Потому что есть бойцы, которые, соответственно, это все знают. Это все бойцы знают. И работают дистанционно. Например, вот у него тактика, да, закрываться. Глухую защиту меня подпускает, стоит жестко, как тайцы, там, принимать удары. А я подвижный боец, я работаю на носочках. Моя тактика какая? Я работаю 1-2-3, и я сразу разорвал дистанцию. Опять. Бам-бам-бам-бам. И я разорвал дистанцию. Опять. Бам-бам-бам-бам. И я разорвал. То есть он-то хочет мне ответить, да. Он-то думает, что я подожму его. И буду работать рядом. И он тоже вычисляет, например, после каждого третьего удара, хочет мне отвечать. А я работаю сразу. 1-2-3, и я разорвал сразу. Опять. Бам-бам-бам. И я разорвал. Разорвал 3-4, и я разорвал. Все. Я ему не даю этой возможности. Получается, для него даже наоборот. Он ждет 1-2-3. Начинает 1-2-3. Начинает взрываться. Я отхожу. Он проваливается. И я опять иду 1-2-3 уже в контратак. Поэтому, как бы, работа от глухой защиты не всегда получается. Это такой крайний случай. И, конечно, нужно быть уже, как я говорил, Тим Росмалленом или Аскеровым. Тоже так работает Аскеров. Очень жесткий иметь удар. Для того, то есть весь акцент на этот жесткий удар. Он может 2 раунда в таком режиме получать, получать, получать. Но в третьем раунде, когда противник, да, устанет уже бегать. То есть он устанет 1-2-3. Это очень энергозатратная работа на носочках. Такая бам-бам-бам. Когда устанет и начнет оставаться здесь. Бам-бам-бам остаток. Он сразу жестким, каким-то боковым или прямым сможет загнать и накруктировать. Но для этого нужно иметь этот удар. Жесткий, прямой или боковой. Вот такие основные принципы глухой защиты. Я их, как бы, особо не рекомендую так жестко работать. Конечно, если только физические данные не позволяют. Лучше все время чувствовать этот бой, да, и отвечать. То есть тебя бьют, и ты бьешь в ответ. Не давать себя забивать. То есть он работает. Бам, и я работаю И я работаю Бам, бам, я сразу отвечаю После каждого удара получается обмен ударами Или дистанционная работа То есть ударил, раз, два Провалил Пробил, пробил, пробил Опять провалил Вот такая работа Если уже закрылся То больше 2-3 ударов бить не давать Не давать себя бить больше 3-х ударов Ну а выбор, конечно, все зависит от стиля бойца И работать можно, конечно, по-разному Работают как хочешь Но для себя нужно определить свой стиль Свою тактику И уже под это тренироваться Удачи в тренировках До встречи в новых видео Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин